Приветствую вас! Я делаю советы, давайте разберем ваш вопрос, который выставляет. Смотрите, почему вы считаете, с чего вы вообще решили, что вам надо перебаривать свою ревну. Но ревну говорит об определенных проблемах у вас, об определенных ваших проблемах. То есть у вас есть определенные проблемы. Именно об этом вам говорит ревну. Есть свидетельство об этом. Перебаривать ревну не нужно. Есть всякое упомнение. Нужно догадаться до того, о чем она сигнализирует. Что она хочет сказать. Что она пытается давать действовать. Это сделать надо. А в остальном, перебаривать ревность, ну крайне, ну крайне сомнительная идея. Вот. Потому что, извините, как бы, это ваше чувство. Это то, что вы ощущаете. Это то, что вы чувствуете. Вы хотите это побороть. Вы хотите уничтожить по сути, да? Условно говоря, переделать то, что вы ощущаете. Ну, мне кажется, это далеко не лучший расклад. Вот. Вот. Это то, что вы у нас надо снимать. А, с другой стороны. С другой стороны. Ревность свидетельствует на том, что вы, во-первых, не верны в себе. Вы, во-вторых, не верны в себя другими людьми. Воспринимаете человека и его ценности. Человека и его ценности, точнее. Ну, на достаточно, в таком вот, низком уровне, к сожалению. Обесцениваете человека. Вот. И плюс в отношениях вы в чем-то нуждает. Следующий момент – это ошибки. У ошибок всегда есть субъективная сторона. Это то, почему я сделал ошибку. И объективная сторона. В чем я нуждаю. То есть, чего я не знал и в чего хотел. Вот. Разница между тем, чего я не знал. А не знал я, как правило, того, чего хотел. И становится, как бы, в такой вот негативный потенциал ошибки. Но тут момент такой, как вы относитесь к ошибкам раз. И насколько вы взаимодействуете с опытом, вытекающим из того, что вы совершили ошибку. Это два. Так что, может быть, вы совершали ошибки. Может быть, молодой человек совершал ошибки. Важно, важно, немножечко не это. Важно, что стоит за ошибками вашими. Вот. Такой ответ вам можно дать. Как исправить? Вдвоем обратиться на консультацию к психологу для того, чтобы проработать с вашими проблемами. Вот. Если молодой человек, так же, как и вы, считает, что пора прибегать к помощи специалистов. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Когда наиск отличаешься при связном! Посмотрите sole quarantine! Продолжение следует...